Этот дом по адресу улицы Кирова 43-2 должны были сдать в 2010 году. Однако по разным причинам сроки сдачи дома откладывались. Одна из них вместо 8 этажей, как предусматривал план застройки, было возведено 10. Первоначально строительство, когда мы покупали, шло отличными темпами, очень быстро поднимался дом. Но в определенный момент строительство затухалось и на какой-то момент прекращалось. Строители ссылались на то, что идут какие-то судебные дела с соседними домами, что они против строительства. В процессе, как выяснилось, что их претензии были обоснованы. Кооперативная форма такова, что мы инвесторы, и причем у нас требовать из нашего кооператива может только председатель, который был лицом аффилированного вместе с застройщиками. То есть это были одни и те же люди. Сами мы действовать начали потому, что стройки не было, какие-то гарантии нам давать уже было некому. В нашей съемочной группе удалось встретиться на стройке с прорабом, но дать комментарий на камеру он отказался. Насколько я знаю, с 2008 года. Ну, это кто только не строил, я за них не отвечаю. Сейчас строят энерготехсервис, заказчик общества слепых, УЩ. Когда планируете изучить следующее? Планируют, это такой вопрос. Сейчас отделочники работают, электрики работают, кровельщики заходят. Это же очень большой объем. Уже договора заключаются на наружные сети. Вот как наружные сети зайдут, как все это будет, потом можно будет конец работы. Дом уже давно продан. Он уже в каком году? Распределены давно. Сергей Гладких рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке нового жилья, чтобы не стать жертвой мошенников. Покупатели недвижимости должны быть более грамотными. Они должны понимать, что если они вкладывают деньги, то они должны более серьезно относиться к этим вложениям. В первую очередь надо покупать квартиры с помощью юристов, чтобы специалисты проверили, насколько правильно оформлена документация, насколько она отвечает законодательству. Надо смотреть на репутацию застройщика. Когда мы смотрим на федеральные законодательства, механизмы защиты покупателей недвижимости, эти механизмы должны работать. Деньги, которые мы потратили, они не просто пропали куда-то, а были как-то выведены, украдены. Сейчас денег нет, соответственно, строить на те деньги, которые мы платили, мы не можем. То есть мы вынуждены, скорее всего, будем привлекать какие-то дополнительные инвестиции. В настоящий момент внутри ведутся отделочные работы. Планируется, что дом будет сдан в конце этого года. Алина Гребешкова, Эльдар Каюмов, Телеканал Нью-ТВ.